Музыка Я хотел бы провести некоторый экскурс в историю, потому что многие почему-то забыли об этом. Музыка Ровно сто лет назад, в эти же дни, в Апрельске, на Ленина, на Золотых Присках, произошел расстрел рабочих. И поводом послужил, как не банально это звучит, выдача товара вместо денег, тухлого мяса. Я почему провожу такую аналогию? Потому что во все времена для человека было главным это питание, кровь над головой и семья. Вот из всех этих трех показателей, касающихся нашего с вами жилища, жилища россиян, это проблема номер один. И у меня нет сомнений, если государство, если наша власть будет продолжать решать такими же темпами, как она решает сегодня, то как раз в жилищно-коммунальной сфере и явится началом движения россиян против этого режима. Почему? Ну, во-первых, надо сказать о том, что строительство жилья по социальному найму в России сегодня не ведется. А это 80%. Я приведу по городу Рубцовску данные, которые в общем-то аналогичны тем данным, которые имеются в каждом из таких небольших городов России. За 20 лет до 2000 года в городе Рубцовске было построено 2 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья. За эти 20 лет постсоветских построено всего 6 домов. То есть, если в год сдавали тогда по 3-4 дома, то за 20 лет всего, как я сказал, 6 домов. Сегодня, по так называемому закону 185-му о поддержке и переселении людей из ветхого жилья, из аварийного жилья, о котором так много власть говорит, выделяется много средств и так далее. Но, опять же, привожу пример конкретный. За эти же 20 лет в городе Рубцовске для этих жителей, которые были переселены в новое жилье, построено всего 3 дома за 20 лет. А в городе Рубцовске их сегодня 67. Ну, нажатьте, делите и получаете, что людям придется сдать как минимум еще 30 лет, чтобы всем переселиться. Но за эти 30 лет, те дома, которые сегодня не аварийны, тоже станут аварийными. То есть, проблема жилья, его строительства, это проблема номер один. И нынешнее правительство, и будущее, они должны это взять во внимание. Это первое. Второе, не менее важное, это, конечно, ценообразование и тарифы, прежде всего, на содержание этого жилья. По тем нормам, которые сегодня выделяются на содержание жилья, это за год можно отремонтировать, извините, 4 крыльца. Но и больше взять нельзя, потому что у нас на содержание жилья на коммунальные услуги уходит от 1 трети до половины от доходов собственника жилья. То есть, при средней зарплате в городе Рубцовске 8-9 тысяч, 3 тысячи уходит на содержание жилья на коммунальные услуги. Это непомерные и непосильные цены для населения. И они, опять повторяю, не лучше в других регионах нашей страны. Тарифы ежегодно растут. И они растут лишь только потому, что мы, не мы, а государство, правительство, решило вступить в ВТО, а стало бы цены на энергоносители будут расти, догоняя Европу. Но никто не учитывает, что у нас за Уралом и до Дальнего Востока температура в два раза ниже, чем в европейской части. А стало быть, и энергоемкость в зимнее время, в холодное, увеличивается во столько же. Поэтому зима в Сибири 7 месяцев, 6 месяцев. И это время надо топить, а за это надо платить. Опять же, средств у людей для этого нет. Поэтому вот это ценообразование. А кроме того, сегодня Жилищный кодекс позволил создавать так называемые управляющие компании, товарищества собственников жилья, которые абсолютно бесконтрольны. И не жители, к сожалению, утверждают на своих собраниях эти нормы и цены, а утверждают управляющие компании. А куда идут эти средства, только Богу известно. Прокуратура может написать предписание ни больше, ни меньше. Люди не могут посмотреть открыто, куда истратили. И управляющие компании и ТСЖ возомнили себя сегодня работодателями. А мы вроде как у них работников. Хотя все по закону наоборот. Мы их нанимаем в управляющих компаниях. Но тот беспредел, и мы из средств массовой информации, и из передач по телевидению знаем эти проблемы. Поэтому срочно необходимо вносить поправки в жилищный кодекс, которые бы предусматривали контроль над управляющими компаниями, над товариществами, собственниками жилья, и со стороны органов местного самоуправления, и со стороны прокуратуры, и следственных. Но опять же, закон не предусматривает взымание тех штрафов наказания на директоров управляющих компаний. Все эти штрафы налагаются на товарищество или на собственников жилья. Так как у руководства этих управляющих компаний, в лучшем случае есть стол, стул и ручка. Но у кого-то есть компьютер. И когда налагается штраф на управляющую компанию, эти средства берутся со статьи содержания жилья. А я сказал, их и так там мало. Да еще и штрафы берутся с этих статей расходов. Ну и главное, конечно, это государство, когда объявило о приватизации жилья, обмануло все население России. Когда было четко сказано, что органы местного самоуправления перед тем, как приватизировать жилье, должны были сделать капитальный ремонт этого дома. Я вас заверяю, ни один дом в городе Рубцовске капитально не был отремонтирован. А тот 185-й закон так красиво звучит о капитальном ремонте жилого фонда, но ни одного дома капитально никто не отремонтировал. Ремонтируется либо крыша, либо коммуникации инженерные, либо делается лоск, блеск, побелка здания, чтобы снаружи было видно. Но это же не капитальный ремонт дома по всем СНИПам, которые имеются в строительстве. Это ремонт отдельных каких-то узлов сверх в данном доме. Поэтому, наверное, у собственников жилья должны быть сегодня большие претензии государству вот за тот обман. Очередно, он не первый, не последний был обман. Россия, нынешняя власть. Поэтому вот эти слагающиеся, они как раз и могут привести к тем событиям, о которых я начал в своем выступлении. Вот такие.